Доброе утро, дорогие зрители! Ча! А коневай перчатки, перчатками, шоркой! На улице у нас сегодня холодно! Как-то вот как мы с Мишей едем в Краснодар, так и на дороге надо уже всё, колёса менять, я думаю. Сашу попрошу. Вон, смотрите, трава под инием. Как вам? Я когда первый год приехала, очень это удивлялась, видя зелёную траву под инием, потом всё это, или под снегом, потом это всё дело оттаивает. Опять зелёная трава. В общем, мы собираемся в Краснодар. Я, конечно же, забыла машину погреть, потому что тут работой с утра занималась, общалась с человеком, который хочет шоумы на пузыре организовать. Вот. Я забыла денежку взять. Так, Мишулик, стой рядом с машинкой, мама пойдёт денежку возьмёт. Наличку же надо. У меня наличка дома лежит. Я, конечно же, всё забыла. Вот мама растяпа. В общем, вы на канале Моя Весёлая Семейка. Смотрите, что будет происходить сегодня. Надеюсь, вам будет интересно. А я побежала за деньгой. Как вам моя мордочка? А? Машинку можно. Кого можно? Машинку. Машинку можно. Мишка жалуется, что ему прохладно. Надо ему купить подштанники. В колготках он, наверное, не захочет ходить. А подштанники нам в самый раз будут. Так, Миша. А это наша с тобой прошлая мордочка. Смотри, она замёрзла, её видно. Видел? Вот. Сейчас мы его нарисуем заново. Да. Вот Света детство в попе играет. Света хочет рисовать. Тебе нравится? Миша в шоке. Давай залазь. Красавчик. Там поправить надо? Нет? Всё на месте. Доброго вам всем утра. Сегодня, наверное, будет влог за один день. Наберётся материал. У нас плановая остановка в пути. Пойдём. Мы всё время останавливаемся в Ильском. Покупаем чебуреки. И Мишке булочку с водичкой. И сегодня тоже. Бабушку ждём в машине. Миша подмерзает. Попросился в машину. Покажи свою булочку. Чё выбрал? Вон, газировочку зелёную. Показывай. И булочку с творогом. Кушай. Снимай перчатки, кушай. Нет, попозже. Обычно мы здесь с вареньем булочки берём. Сегодня с творогом. Из-под шапки прическа капец. Как будто это... Не знаю, как это назвать. Но прическа из-под шапки ужасная. Никакого объёма, понимаешь ли. Как приплюснутая. Зима. Чё делать? Буретчик мой. Ну, а перед Чебуреком будет ещё одна остановка. Вот она. На заправке. Мне сегодня везёт на мужиков, которые встают посреди дороги. Всё перегораживают. Вот. Там остановились тоже далеко от самого этого Чебуречной. Потому что я грузовик взял и перегородил всё. Точнее, три грузовика. Встали просто. Пофиг, что там парковка. Мишенька, пойдём. И всё перегородили. Здесь на заправку приехали тоже. Посреди дороги все встают. Шоу. Перегрелись, что ли. Пойдём. Сходим на заправку. Потом будем кушать нашу еду. Ну что, выехали на час позже. Приехали. В 11.30. Как? Да, с нами бабушка сегодня гуляет. Прохладненько. Но погодка такая красивая. Всё красивенько. Даже листики ещё кое-где зелёные сохранились. Смотри. Но холодно. Ну, что ты там уснул, солнышко? Холодно. Шапку одеть не можешь? Сейчас пойдём по обычной схеме. Магнит. Там. Площадка. И сидеть. Кофе пить. Ждать. Всё? Магнит? Подожди. Машинку надо заглушить так. Ой. Промазала. Промазала. Всё. Теперь можно брать Мишу за руку. Пойдём. Это японии можно брать. Да. Прогуляемся. Вот он так говорит, гну, Саварь, потому что у него язык. Ну да. Я не могла понять, почему так говорите. Но когда вы про язык сказали, я попробовала с опущен внизу. Я тоже попробовала. Получилось. 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 Меха. Иха. Да. Я тоже попробовала. Подговариваются некоторые звуки, в принципе. Вообще невозможно что-либо сказать, да. Как и ёлочки. Ёлочки красивые. Миша. 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 Миша прихорашивает. Ну, мы же пришли её в разе. Погуляли на площадке. Покачались. Пришли. Миша расчёсывает. Хочешь, научу тебя расчёсываться удобнее? Миша. А, Миша. Миша занят. Красавчик. Красавчик. А, 20 минут ещё. Минут 20-25 ждём. А я не вижу. Чего ты не видишь? А, зеркала нет? Надо в туалет идти. Там зеркало есть. Сходи, посмотри. А, не у нас есть. Там бабушка. Бабушка там. Иди, она выйдет. Ты зайдёшь, посмотришь с бабушкой. Ты же знаешь, где туалет. А я посижу пока. Иди. Ну, я не могу уйти. Я с вещами сижу. Сейчас бабушка придёт. Попросим её тебя сводить. Кататься? На машинке? Кататься. Хорошо. Не упади только, пожалуйста. Всё, мы отмассировались. Миша даже уснул там на столе. Подожди, Миша, подожди. Приехали сейчас мега-адыгею. Сейчас проверим, пускают ли в мега-адыгею без QR-кодов. А, проверим? Без этих самых не пускать. На мордик у меня в кармане. Пойдём. QR-код. QR. Руку. Ей. Чё там, свет? Ей. Да. О, кстати, вот это зелёное должно начинать гореть красным. А оно продолжает гореть зелёным. Сломалось. И вот это вон тоже. Прогулка по мега-адыгеи. Можно было бы сразу поехать домой. Но если мы поедем сейчас, то мы будем ехать часа четыре. Как в прошлый раз. А если мы погуляем по меге, а потом поедем, то мы всё равно дома окажемся через четыре часа. Но будет приятнее. Поэтому пойдёмте гулять. Поиграем в аппарат там детский. Накормим меня крылышками KFC. Ещё пришла акция, что в KFC два пончика по цене одного. Сейчас будем проверять. Ну что? Даже маски не на всех одеты. QR-коды не требуются. Хороший год. Год тигра. Да, я знаю. Хороший год. В меге стоят фигуры животных. Которые из-за проблем с экологией, короче, страдают. Вот здесь вот калибри из клавиатуры, обломков пластика. А, вот это жалюзи. Из жалюзи сделано. Прикольно, да? Предлагают ограничить потребление пластика, я насколько понимаю. Мам. Мам. Да. Ау. Мам. Птичка. Пойдём ещё леопарда покажем. Потрогать? Ну, потрогай чуть-чуть, потрогай. А, это как будто клавиатура, но она не двигается уже. Пойдём леопарда покажем. Там дальше леопард стоит. Буйвол какой-то стоит. А мы пошли в эту сторону. В Леруа хотели. И только сейчас я вспомнила, что Леруа-то теперь в отдельном здании. Поэтому... А Икея в этом же? Ну, с другой стороны. Надо сзади выехать и проехать. А что, пойдёмте в КФС? А? Ну, Леруа там же. Я и говорю, Леруа там. А, Икея. Икея. Там вот... Ты в Икею хочешь? Нет. Икея здесь. Но в Икею ты помнишь, да, что ты с одной стороны вышел? Да, да. И там как бы это... Небольшой выбор будет ковриков. Но будет. Вот леопард. Среднеазиатский. Ипаназиатский. Сейчас скажу. Сделан из плавиатуры. Переднеазиатский леопард. Вот такой вот. Да, весь из кнопочек. Аккуратно так не урони. А будем фоткаться с леопардом, Миш? Будем? Давай, вот с этой стороны подходи. Вот здесь встанешь. А вот здесь стоит буйвол. Тоже весь из пластика. Красивый такой. Хвост из проводов. Это буйвол. Большой, сильный. Смотрите какой. Весь проводами опутанный. С рогами. Ой, эти глаза из пластиковых этих стаканчиков. Интересно. Да. Вставай с ним рядом. Сфоткаю. Да. Вставай рядом. Миш. Рядом с ним. Вставай. Рядом. С другой стороны. Сына. Мишкина любимое занятие. Говорит, можно я на машинке прокатюсь? Трактор, между прочим, а не машинка. Мы, короче, закупили спирси перекусить. Пончики, крылышки. Мишка прокатится. И мы пойдем в машину. Поедем в Леруа. Будем бабушке искать коврики. Красивые. Да? Или ты уже передумала? А потом домой поедем. Еще одна фигурка. То, что? Из металла. Ну-ка, кто это? Это медведь. О, какой красивый получился. Слушайте, умеют же создавать из мусора. Слушайте, у него даже глаза угадываются. А сделан-то из всяких этих. Но это медведь из серии наших этих металлических фигур. Мишка, как закроет пасть, как цапнет. Не боишься? Нет. В Леруа уже инсталляция Нового года. Мишка, пошли с елочкой сфоткаемся. Идем. Иди сюда. Иди сюда. Вот елочка. Давай вот с этой елочкой сфоткаемся. А? Или с другой, какая тебе понравится? Давай встанем с ней. Мама, мама. Да. Бабушка там, пока мы фоткаемся, уже коврики оплачивает. Мой, а не мой, это а-а-а-а-а. Понятно. Это какой-то хохотун? Нет, разница. Смотрите, какую аллейку сделали. Она, наверное, светится вечером. Ау. Там написано. Машина. Ага. А-а-а-а. Там. Да. Миша что-то рассказывает свое. Интересно. Как это выглядит в темноте? Мама, я не хочу. Что ты хочешь? Это что такое? Мы с собой хотели в туалет и зайти. Мы уже не зашли. Что он хочет, ты понимаешь? Горку. Горку? Нет. Это что такое? Мама. Горку. Горку? Нет. Вот. Он хочет там обойти. Обойти хочешь? Прокатиться на чем-то? А нету. Нет на чем кататься? Да. Ты тележку хотел? Тележку? Нет. Елку? Да. А, ты хочешь елку забрать? Купить. Купить? Мы с тобой потом другую елочку купим. Ладно? Большую. Хорошо. И игрушки. Игрушки. Договорились. Время уже вечер. Мы вернулись в Абинск. Ну, о том, что я там нового узнала, что происходило. Я вам сейчас расскажу, когда домой вернусь. А сейчас я в скором порядке бегу на почту. Потому что Катюшка позвонила и сказала, что приходила женщина. Сказала, что пенсия пришла. Ну, я понимаю, так Мишкина. Хотя должна была она прийти, интересно, в декабре, да? Пришла. И, в общем, ее сегодня принесли. А нас же нету, Катя сказала, что мы уехали для лечения. И сказано, короче, сегодня до восьми обязательно явиться и получить. Поэтому вместо того, чтобы идти отдыхать, Мишка спит в машине. Бабушка осталась с Мишкой. А я просто на почту. Надеюсь, там хотя бы очереди не будет. И я хотя бы быстро это все получу. Мы прибыли домой. Я отдыхаю. Девчонок отправила делать Катин проект. Обучила Лизу, как вставлять фотки. Скинула им фотки. Научила делать фотки из видео. Надеюсь, что они справятся почти без меня. Чего? Она практически в честь не написала. В смысле? Надо сначала написать практически в честь. Лиша, ты почему не написала? Мишутик улегся играет в долгожданные игры. Лиза выступает. Иди за мной, иди за мной делай, а я пошла играть. Чего? Я пошла играть, а Миша попытается делать. Он новая Лиза. Как будто ты моешь посуду, ага. Ага, моешь? Не полгал. Ага, точно, мы тебе прям верим. Фантазия. Иди набирай. Так, еще одна кашлясть вздумала. А я вообще-то из-за вчера кашляю. Нечего тут кашлять. Я не собирала. Ну ты делом займись, не то, чтобы кашлять. Я пожару. Покушаю, Лиза. Что новенького? Ну, а первое, пенсия получена. Но, знаете, страшно. В следующий раз не буду так далеко машину ставить. Только какой-то пьяный мужик зашел. А она мне, получается, деньги на личку отдает. И всякая шушера вокруг пьяная шарахается. Ну, неуютненько. Конечно, лучше, чтобы в следующий раз приносили домой. Но, получается, в этот раз принесли. А я же не знала, что 17-го приносит. Да я вообще не знала. Меня никто не предупреждал, когда принесут. Просто принесли. При этом в декабре сказали, что у нас пенсия 17-го. Но приносить будут 16-го. То есть, я так понимаю, будет прыгать время. Но уже хорошо. Уже, как говорится, начислили, дали. Это здорово. Зашла в госуслуги. А там так и висит, принято в работу. То есть, там не висит статус исполнено. То есть, уже выдали пенсию, а статус принято в работу. Я в шоке. Чё, Лиза? А чё там за куриная ножка с вами? Хочешь, можешь скушать. Это не куриная ножка. Это крылышко индюшиное. Индюшиное. Но похоже на кури... Я хочу сказать крылом, но не понимаю, почему оно такое огромное. А потом поднимаешь, что это индюшиное. Это индюшиное. Последние остатки индюшиных. Можно съесть. Кушать нечего. Я везде ездила. Сейчас у меня сил нету. Есть гороховый суп. Ну, чуть-чуть горохового супа. Много. Иди уже. Мама. Лиза, я сейчас накажу. Ладно. Обязательно надо участвовать в разговоре. Обязательно надо вмешаться. Что новенького? Поговорила... Ну, во-первых, рассказала успехи Мишины. Алена Александровна сказала, что все очень хорошо. Еще она сказала, что наконец-то он правильно дышит. То есть с дыханием проблема у нас ушла. Мы дышим теперь как надо. Получше, говорит, стало общее состояние массируемых частей, скажем так. Ну, то, что она делает, ей уже проще размассировать, чем изначально. Вообще, реакция нервной системы на массаж лучше. А еще я ее спросила про гемоглобин. Ну, во-первых, она мне еще в первый раз посоветовала лекарство, которым можно гемоглобин поднять. Она говорит, лучше все-таки, чем говядинкой и яблоками кормить. Все-таки лекарство. Чтобы уж поднять, так поднять. Вот. И я сегодня переспросила лекарство. И она мне сказала, что... Я говорю, вообще, в принципе, гемоглобином, наверное, надо озаботиться побыстрее. Это же тоже общее состояние, тоже влияет на все. Она сказала, что это еще и напрямую влияет на количество кислородов в крови. Короче, гемоглобин надо повысить. Но, опять же, она сказала, что надо для начала проверить, как у нас обстоит дело с витамином D3. Если витамин D3 не в норме, а понижен, например, то смысла нет пить лекарство для повышения гемоглобина, потому что оно просто не усвоится. Поэтому сначала надо сделать анализ на D3. Если все нормально, то начнем пить лекарство для повышения гемоглобина. И если не нормально, то будем повышать витамин D3, а потом пить лекарство для повышения гемоглобина. Сейчас займемся этим. Я решила этим все-таки вперед заняться, чем ЭКГ. Про ЭКГ я тоже ей сказала. Я решила пойти в Краснодар к кардиологу и выбрала кардиолога. Назвала ей фамилию медчества. Она сказала, что если бы вы меня сейчас спросили, кого бы советовать, я бы ее и назвала. Что это самый лучший кардиолог детский в Краснодаре. Вот так вот я интуитивно выбрала ее. Из большого списка, кстати. Она сказала, что очень грамотный врач. И если, не дай бог, что-то не так, то она найдет. Если не найдет ничего, значит все нормально. Успокоились, расслабились. И это возрастное. Но сначала займусь все-таки, наверное, гемоглобином. А хотя ЭКГ тоже попутно можно сделать. Наконец-то дали пенсию. Наконец-то можно заниматься лечением и не экономить. Но, естественно, анализ я не пойду сдавать в нашу поликлинику. Потому что я не хочу тратить силы на объяснение педиатру, зачем мне это надо. Поэтому я, наверное, в платную схожу. Но если, конечно, это не бешено дорого. Если это будет прям бешено дорого, то пойду все-таки штурмовать бесплатно. Но туда и попасть сложно. И добиться, чтобы направили на исследование, сложно. Прям капец. Поэтому посмотрим завтра. От цены будет зависеть. Еще я на завтра записалась менять стекло лобовое. И еще мне завтра нужно взять справочки из соцзащиты. Я хочу, чтобы дети поучаствовали во всероссийской елке желаний. Для того, чтобы иметь право участвовать, нужно предоставить документы. У нас есть право участвовать, но нужны документы. У Мишки документы есть, а девчонкам нужно предоставить дополнительные. И вот я пойду их получать. Надеюсь, что я их получу и всем деткам оформлю заявки в елку желаний. Посмотрим, как вообще эта акция работает. Сработает ли она. И, как говорится, будут ли... В общем, я не знаю, все ли заявки там исполняются. Но будем надеяться, что все заявки детей исполняются и им дарят подарки. Деткам задала задачу думать, что они хотят. Чтобы они четко определились, что эта вещь им нужна. А не просто, ой, хочу, а потом подумаю и не хочу. То есть надо что-то загадать такое, что действительно нужно. Ну, а за Мишку думаем мы с Сашей. Так что завтра у меня плотный день. А еще надо увезти две посылки отправить. А еще надо список составить реквизита человеку. Список по обучению у меня. Клиентка появилась, которая хочет обучаться у меня шоумных пузырей. И я ей должна помочь как бы от и до. То есть я ей сейчас составлю список реквизитов. Она вообще хочет обучиться всему и получить весь реквизит, который только возможен. Но мне кажется, немножко пыл поуменьшится у человека, когда она узнает, сколько это стоит, если это все сразу. Я ей сказала, напишу вам рекомендуемый, на мой взгляд, с чего вам надо начать. И напишу полный, а там уже решайте. Но это все надо завтра утром сделать. Хотела сегодня вечером сделать. Но уже честно, я настолько устала ехать обратно в пробках. Туда доехали быстро. Выехала на час позже, приехала всего на полчаса. Позже, чем в прошлый раз. Зато обратно пробка на пробке. И это реально тяжело по этим пробкам обратно ехать уже уставшая. Мишка сегодня на массаже уснул. Вообще капитально уснул. Обычно он почти засыпает уже, клюет носом, сопротивляется. А тут он не смог вообще сопротивляться до конца и просто уснул. Ты что там чешешься? Что ты там чешешься? Я, честно говоря, все, я уже спать хочу. Капец как причем. Я устала от поездки. Ну, поездка результативная. Мишка все лучше и лучше. О, я с утра немножечко еще делала. Тут помогала Мишке делать его поделку. Сейчас покажу. Он вчера подустал и перестал лепить листики. Я вот сегодня утром вот эти вот две веточки делала. Вот эти вот. Надо еще добавить листочков. Листочков мало. Они все позасыхали, держатся. Но надо еще вот эти веточки подобавлять и уже отвозить в садик. Алишка играет в Майнкрафт. Миша, ты устал сегодня? А, Миш? Устал? Он выспался по дороге домой. Здорово. Он спал почти всю дорогу домой. А мама рулила. Субтитры сделал DimaTorzok